Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Арчпанзер, где мы продолжаем играть в Kings Bounty, Перекрестки Миров, за паладина на невозможном уровне сложности. В прошлой серии мы перебрались на Монтера, начали потихонечку его исследовать. Ну, враги на самом деле здесь разные встречаются. Ну, самых слабых, которых мы встречали, это сильные противники. Но сильные, в принципе, нам сейчас по зубам, конечно, со скрипом, но все-таки получается одолеть их без потерь, что очень радует. Ну, видите, да, разношерстные ребята, есть сильные, есть очень сильные. Прошлую серию мы закончили на том, что набрали много ярости, много манны, и этим надо, естественно, воспользоваться. А тут 101 злобоглаз. Добрый день. Это может стать проблемой, я сразу говорю, если они стоят одной кучей, это прям печально. Ну, ладно, нам, кстати, в прошлой серии, по-моему, улыбка фортуны, что ли, выпала. Ну, с одной стороны, это все можно хранить, с другой стороны, это все можно продать. Поэтому пускай пока будет, и свитки, наверное, здесь вот тоже стоит попродавать или поиспользовать. Ну, к слову, нам, по-моему, одно лечение осталось до выполнения вот этого квеста. Да, ровно одно. Что прокачивать, я пока не знаю. Прям вот. Я, кстати, эти серии записываю прям задолго. Даже не то, что задолго, с большим-большим запасом. Поэтому там разница, наверное, серий в пять, что ли. Ну, не знаю, вот у меня какой-то задор по King's Bounty Попер, не могу остановиться. Поэтому сразу извиняюсь, если вы мне пишете какие-то очень правильные комментарии, но я на них реагирую с очень большой задержкой. Это все потому, что я предзаписываю. Вот, например, про лопату. Про лопату мне очень много комментариев писали, но купил я ее только сейчас. Ну, с другой стороны, у нас избыток денег только сейчас появился. Ну, да ладно, возможно, про пояс студента вы мне тоже писали. Мы, кстати, сейчас... Ну, чередую я эти пояса. То есть, когда нужно сильно ману восстановить, я колодец мана одеваю. Когда не надо сильно ману восстанавливать, пускай пояс студента висит. Все-таки какая-никакая вероятность, что руна выпадет. Кстати, в прошлой серии, по-моему, одна руна нам выпала. Цыплята пока лежат, бутылочки пока лежат. Я, кстати, еще две бутылки купил там же, где лопатка продавалась. Они по 500 стоят, поэтому пускай будут. Соответственно, я их сейчас не трачу, чтобы... чтобы потратить потом. Так, успеем. 37-35. Нормально. Да не, ненормально. 101 просто стоит, товарищ. Так, ладно. Бронтор новенький. 230 лидерства. На него надо. Мучиться в выбранном направлении, пока не наткнется на препятствие. С разбегу наносит 15-18 урона плюс 20% за каждую пройденную клетку. Он может втопить вот просто вот так вот. Бежать, 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 бежать и влететь в наших злобоглазов. Таран, Брон... Ну да, это и есть. Так, закопаться. Бронтор разрывается в землю. Терравец может перемещаться, отвечать на атаки врага. При этом он становится... Обладает более высокой защитой и дистанционно начинает атаковать. Трехрогий. Обычно атакой атакуют сразу трех врагов. Классно. Гиганты. Очень классные юниты. Кстати говоря, я бы, наверное, троллей даже на гигантов бы заменил. Они по всем показателям покрепче, чем тролля. Здоровья больше, все больше. Они относятся к гномам. Он любит изумрудных драконов, если в отряде есть драконы. Но самая классная атака, это вот у него землетрясение. То есть он подпрыгивает и наносит 68 строн. То есть сейчас дамага нам прилетит очень много. Возможно, я зря зашел в этот бой. Я внезапно подумал, нам сейчас даже яйцо нельзя вызывать. Нам, наверное, шаровую молнию надо призвать. Яйцо погибнет от прыжка гиганта. Поэтому его вызывать нельзя. Сколько? Всего тысячу. Мало. Тысячу мало. Так, ну, феникс в любом случае идет. Ну и, кстати, прыжок не наносит урон. Но, допустим, грифону он не нанесет урон. Злобоглазу не нанесет урон. То есть парящим юнитам урон не наносится. Пешеходам, соответственно, прилетит очень-очень много урона. Он сейчас кого-нибудь за мозги возьмет. Нет, я, наверное, все-таки пушка... Ой, очень много потерь будет в этом бою. Мне кажется, зря я погнался за возможной реализацией ярости. Хотя, может быть, и не успеет. Нет, успеет. Успеет, успеет. Можно пушкарями попробовать. Но вряд ли пушкари много урона нанесут. Так, а здесь почему нельзя пройти? А, это вот... Най. Тупиком это считается, судя по всему. И сейчас нам будет очень больно. Проверяйте. Прыжок. Минус два. Прыжок. Минус семь. А, хорошо, что мои все походили, поэтому... Еще минус десять. Сейчас бронтер еще закопается. Не, не закопался. Ну, этих ребят, в принципе, уже можно... Да нет, добивать их надо. Так, и в итоге что? В итоге мы потеряли миллиарды инквизиторов. Это неприятно. Здесь вот так надо. Бронтеры пускай стоят пока. Так, скрушающий удар. О, кстати, двоих убьем. Возможно. Это очень много опыта дракончику, кстати, сейчас навалит. Одного. Семьдесят опыта. Но могло быть и больше, конечно. Что делаем тогда? Даже не знаю, что пока делаем. Да нет, знаю. Хилку тратим. Хилку тратим. Квест выполняем. Они, конечно, медленные гиганты. Но вот этот их перк на подпрыжку, это, конечно, вообще страшное дело. Очень много урона наносится. Я вот даже не знаю, есть ли смысл мне сейчас идти вперед инквизиторами. О, инквизиторами, господи. Халадинами я, наверное, не пойду. Четыре с половиной тысячи. Ничего себе, сундучок. Эту всю братью надо воскрешать. Очень большие потери у магов. Безумно большие. Так, знаете что? Я, наверное, даже вот так вот сделаю. Чтобы пушкари сейчас по мне не стреляли. Так, восемь троллей разберутся с великанами, интересно. Или нет, с гигантами, точнее. Ну-ка, задуть. Супер. Так, сейчас убьет, но на следующий ход воскреснет наш товарищ. Сколько? Шестерых. Ну, нормально. Несколько тысяч урона нанесли. Но мне, наверное, опять же таки сокрушающий удар. Убьем двоих. Сколько опыта получим? Девяносто семь уже. Это прекрасно. А-а-а. Феникс воскреснет. Тут встанет. Этих ребят я, наверное, сюда на пушкари направлю. А сами перезарядилось? Перезарядилось. Это печально. Это прям печально, печально. Печально. Ладно, давайте злобоглазов убивать. Феникс очнулся. Блин, грифоны полетели. Без вас никак. Некем забирать злобоглазов. Но вы пушкарей прижимаете. Вами воскрешаться надо будет. Да, такое чувство, что придется запасаться мне сейчас инквизиторами. После таких дамагов. Так. Никого он в ответ не убьет. Сколько? 432 у меня здесь. Ладно, давай тогда по башке стукнем. Вот так вот оглушим, чтобы минимальный урон прошел. О, 67 всего. Ничего себе. Но все равно я подлечился. Да, еще урон получаем, когда бронтера атакуем. Так, не забываем, что у нас здесь воскрешалка. Есть. На фениксе. Да, видите, от бронтера атака проходит. Так. Ну давай еще одного гиганта шмякнем. Грифоны у нас же все. Да, 29, да, 29 грифонов. Может убьем одного. Отлично. Так, вы просто в защите стоите. Но здесь надо воскрешаться сейчас. Это однозначно. Надо воскрешаться. Надо драться. Надо жить, выживать. 79. А их у меня 89 должно быть, да? 89. Хотя не такая большая разница. То есть мы двоих, по сути, только потеряли. У тебя. У тебя. Сомневаюсь я, что он в один прыжок много у нас убьет. Поэтому знаете чего? Я вот так сейчас подлечусь. Угу. И я вот так вот сделаю. Вроде как нормально. Я бронтеров добью. Иначе они сейчас побегут и могут и грифона убить. А если не грифона, то мы инквизиторов откроем. А здесь великана добьем. Но обалдеть. Бой, конечно, мое почтение. Нормально. Нам настучали. Я сейчас даже немножко подфармлю. Всего, что можно подфармить. У нас просто у инквизитора еще два заряда ярости. Давайте ими воспользуемся. Почему нет? Даже еще хилочку одну испытаем. Все ждем. Ждем. Инквизитор. Не знаю, трать. Ты забирай. Давитый череп. Классное заклинание. На этом этапе играем. Каладин жди. Хилочек, наверное, больше не надо. А всего лишь седьмой раунд. Слушайте, быстро выиграли. Забирай. 4-400 еще. Какая красота. Еще ярости накинем. Все, точно я никого здесь не потерял? А то я сейчас расслабился. У меня бывает иногда такое. Я думаю, что все хорошо, а оказывается все плохо. Только не убивай. Убил. Ладно. Фух. Ну ладно. 298 опыта. Ровно 10 тысяч получили. Ничего себе. Во. Воин света второго уровня. И теперь у нас у паладинов стало... Ну да. 21-26. Аж побольше, чем я думал. 20-26 я думал. Хотя могу ошибаться. Ну и здесь 7-10. И на следующем уровне плюс 40 урона. Но это надо 300 раз захилиться. Еще 300. Я до этого момента только успел на 153 раза хил провести. Так. Еще 4,5 тысячи. Давайте теперь мы одеваем пояс на восстановление маны. То есть ничего больше нигде не закопано. Вроде бы нет. Так. Ну на очень сильного я точно влетать не буду ради того, чтобы немножко маны не потратить, так скажем. Не маны точнее, а ярости. Почти здесь ничего не пропустил. У меня такое ощущение, что здесь все-таки должен быть сундук. Но сундука почему-то нет. Ладно. Нет, значит нет. Но тем не менее мы, получается, проходим в центр карты. О-о-о, подожди, убийца демонов. Отряд наносит усиленный урон всем демонам своими базовыми атаками. Бонус урона 30%. Слушайте, это очень круто. И улучшение дешевое. Но пока демонов нет. Поэтому пока не трогаем. Так, дружище, погоди, погоди. У меня еще не восстановился. Нет, 35. Минимум маны надо. Да, как-нибудь ману бы нам прокачать. А то у нас максимум вот этот 39. Кстати, можем ярость бахнуть. Ярость бахнуть. Ну хотя с полной яростью можно его очень сильно, наверное, попробовать. Просто сильно. Я думаю, что мы и без мегаярости затащим. Так, ну ладно. Динозаврик пока ушел, значит без него давайте. Что тебе нужно? Ходят тут всякие, вынюхивают, высматривают. Ага, а я потом секретный рецепт у конкурентов в меню оказываются. Так, меня Горбун, трактирщик, прислал за пивом. Пиво? Какое еще пиво? Нет у меня никакого пива. Провалив отсюда. Погоди. Горбун, говоришь? Как же, как же. Я уже все подготовил к отправке еще день-два. И получил бы он свое пиво. Ишь, не терпится ему. И куда спешит? Да хватит ворщать, давай пиво. Бочонок превосходного гдомьего пива. Правда, сами гдомы считают его кислой дешевкой и продают людям. Так, это надо куда его на Верону отвезти? Что в продаже есть? О, злобоглазый, кстати. О, блин, только пятеро. Пять. Пять гигантов на 35 тысяч. Злобоглазый есть. Ну, гиганты прикольные, конечно. Медленно они, правда. Но вот они за счет землетрясения своего вообще нормально действуют. Так, что, 6600. Так, давайте возвращаем поезд студента. А где он у меня? А, а вот же он. Какая-никакая вероятность есть, что еще-нибудь выпадет. Сейчас, скорее всего, повысимся. Вот были бы какие-нибудь бонусы у нас на гномов, например. Это чисто на алхимиков. То есть здесь нет бонусов гномам. А 35 тысяч тратить просто так. Ну, как, не просто так, конечно. Юнита вполне себе серьезный. Фироксы, чоши. Горгулы, пушкари. Паладины, кстати, там есть. Не очень приятно. Они будут ходы добавлять. Так, а великанов можно из кого-то делать? Вот это интересный вопрос. А не гномы четвертого уровня. Есть же только стрелки. Пушкарь, там алхимик, инженеры. Я, насколько понимаю, нету великанов. То есть не из кого их будет получить. Поэтому, если мы сейчас купим, это тупиковая ветвь развития пока. Ладно. Давайте их пока тогда покупать не буду. Ух, ничего себе. 560 горгуан. Это классно. Классно в том плане, что, помните, мы с вами в прошлой серии с ними сражались. Когда их половина только остается, они могут страшное заклинание применить на ваш отряд и переубивать там половину. А себе хилку восстановить. Так, тирексы. Это ящеры. 2000 лидерства, как для дракона. Очень сильные. Много здоровья, много атаки. Ящеры сдают жуткий рев. Все отряды врага, меньше по лидерству, не имеющие иммунитет к воздействию на разум, получают 10-40 урона, теряют половину очков действия. Классно. Поедает труп гуманоидного существа, чтобы преобразовать его отряд скелетов. Обалдеть. Убивая отряд, съедает трупы, восстанавливает свое здоровье. Страшный. При атаке может испугать противника, испуганный враг, но удар не отвечает. Прочная чешуя. Тиран. Все враги в соседней клетке теряют 30% своей базовой защиты. Опасный чертяга. Ничего тут не скажешь. Очень опасный. Так, горгулы. Да давай, может поджечь получится. Какой-никакой урона-то. Ох, ничего себе. Сжег одного. Ай, как больно. 700. Смотри. Очень больно вообще мне было. Зрычишь? Зрычит. Так, пушкарь не стреляй. Точнее стреляй, но в соседа давай. Отличным ответом полторы тысячи. С крушающим ударом одного убиваем. И 8-9 этих товарищей. Да давай одного Тирекса. Забьем. А то что-то их слишком много. 70 опыта получим. Так, действия кому вернем? Наверное тебе. Когда-нибудь сюда вот сходим. Так. Паладин наш сейчас ходы... Нет. Захилились просто. Ну, захилились, значит захилились. О, уснул. Неплохо. Да, Тирексов что-то всех уже переубивали. Ничего себе. Давай еще одного с дракончика заберем. Блин, а вот это плохо, кстати. Неправильно я сейчас сделал. А, он спит. Все, нормально. Он же спит. Плохо, конечно, что он в этот ход погиб. Ну, в том плане, что еще ничего не втанковал. Так, и получается, стой. Ты сюда иди. Тирексы горят. Угу, Тирексы нашего Феникса сожрали. Классно. И получается, что Феникс у нас немножко одноразовый. Да ладно, второй раз подряд уснул. Ничего себе. Да, без Феникса тяжеловато будет. Потому что вот этих тех чош надо убивать. Так, давай, людишек забафай. Ты спишь, дружище, да? Дракончиком добьем динозавра. Чтобы он особо здесь не мешался. Здесь, наверное, ящеров все-таки стоит бить. Попробуйте его сейчас троллями добить. Так, ты подожди. Злобоглазо стреляю. Злобоглазо же мы не теряли? Нет. Тролль. Давай. Конечно, кроме... Точнее, не кроме. Вместо троллей кого-то другого уже хочется попробовать. Ну, блин, тролли тоже прикольные товарищи. Так, сможешь добить? Сможешь. Молодец. Так, теперь здесь. Подходим, стреляем. Ну, паладинами будут полгода идти здесь. Так, ты, дружище, давай тоже сюда подойдем. Сейчас вас воскрешать будем. Ну и сундуки параллельно надо лутать. Так, здесь пушкарей добить. Хорошо. Паладины инквизиторам хода возвращаем. Ждем. Вы подходите поближе. Тоже ждите. губы-то поперли. 27, 27. Ну, в принципе, должны тролли это все дело терпеть. 29, 89. Так, все, всех воскресили. Это радует. Что еще, что еще? Давать хилку какую-нибудь потратим. Пускай будет. А про этих ребят я забыл. Хорошо. Если что, у нас еще воскрешение. Скука. 123 здоровья у инквизиторов. Устанавливается. Ладно. Как-то я думал, что немножко поменьше. Ну да бог с ними. Так, еще клад копаем. Гоботов они на прошлый ход вызывали. Значит, на этот ход не должно у них быть. Они на перезарядке. Поэтому можно полутаться. Ну и расстреливаем их. Как-то поближе подойдет. Сначала в ответ бахнем. А потом бахнем уже. Вот так вот. Так, грифонищий, жди. Наверное, тоже ждем. Сейчас гоботы пойдут. Бей, пока они под беззащитностью. 960. Маловато, конечно. Что поделать. Еще немножко опыта дракончику дадим. 33 всего. Что-то совсем мало. Да, и повышение. 11 500 мы заработали. Ничего себе. Видимо, за динозавров много отсыпали. Так, 462. Так, вы там что колдуете? Какие-то колдунства. Так, слушайте. На самом деле много чего теперь мы можем себе добавить. Два паладина сразу. Ничего себе. Ну да, чем больше уровень, тем больше лидерства добавляется за ход. Не за ход, а за ход. Господи, за повышение. Сразу плюс 4 инквизитора. Можно, конечно, пойти нам сюда вот в убеждение и воскрешение. То есть воскрешение. Смотрите, после так часть погибших, понятно. Воскрешаемый отряд выбирает случайно и усиливает заклинание умения воскрешения и молитвы. То есть и вот этот перк сильнее будет у паладинов. И у инквизиторов перк сильнее будет. Это хорошо. Ну, я, конечно, думаю, что паладинут у нас надолго. Насчет инквизиторов не уверен. Инквизиторов по-хорошему можно попробовать на демонологов заменить. Но это надо прокачать из магов их. Ну, если не убеждение. Убеждение плюс одну мораль еще даст. То есть у паладинов и у инквизиторов еще и атака будет больше. Это тоже хорошо. Магия. Магия, магия. Ну, призыв можно еще сильнее сделать. Это тоже неплохо. То есть и... Грифон у нас сильнее станет. В плане вот этих вот призывов. И Феникс у нас сильнее станет. Если демонологов возьмем. Демонологи будут больше демонов вызывать. Слушайте, а насчет демонологов может правда попробуем их сейчас. Давайте, я возьму призыв. Магию искажения, магию хаоса пока не беру. Мне банально кристаллов не хватит. Высокие уровни прокачать. Поэтому пока не берем. Из силы... Слушайте, из силы тоже много чего доступно. Можем ярости прибавить. Можем инициативы себе еще прибавить. Ночные операции, гнев. Драконщика еще сильнее качать можем. Нистовство. Вот на самом деле классный перк. Отряд, уничтоживший отряд противника, воодушевляется и получает нарастающий бонус атаки. Это прям хорошо. Да, давайте быструю стрельбу. Чуть посильнее у нас стрелки станут. Да, 6 прибавляется за наши родные характеристики. Плюс инициатива еще прибавилась. А, у тебя не прибавляется? Ты не считай... Подожди, ты стрелком не считаешься, что ли? Святой удар. Да, он не считается стрелковым инквизитом. Черт возьми, он маг. Ну ладно. Зато злобоглазы будут. Получше бахать. Шанс крита можно добавить. Но можно оставить пока вероятность крита плюс 7%. То есть плюс 4 здесь все это дело. Ну хотя нет, давайте нас здесь пока оставлю. В принципе, прокачались. Так, сколько у тебя будет теперь? Ну да, 5 655 стало. Немножко побольше. Блин, очень сильно отстань. Как за родным, смотри, побежали. Может нам тогда, правда, реально за демонологами сходить? Единственная проблема, если вот мы будем сражаться на поверхности, демоны на ледяных аренах, по-моему, защиту теряют. Ну ладно, сейчас попробуем. Давайте сгоняем на дебир. Там, по-моему, магов много. Так, тролли, тролли у нас пока не нуждаются в добавке, так скажем. Так, вы давайте сюда. Злобоглаза пока есть. Так, а паладинов у нас здесь уже не продается. Да, я, по-моему, всех скупил. Да, паладинов всех... Ой-ой-ой, а здесь что-то и магов-то нету, подождите. А где мне магов-то взять? Прикол. Так, подождите, а на Вероне есть маги? Это сейчас немножко неожиданно для меня. Я думаю, у меня здесь есть маги. Ну, архимаги, что ли, они называют. Четвертый тир, в общем, люди. Так, ну ладно, инквизиторов я все равно куплю. Ну, просто если качать, допустим, их... Я хочу тренировать бойцов-инквизиторов. Да, 11500. Золотов и трофеев. Я все трофеи просто отдам. Поэтому, наверное, пока что нет. Так, слушайте, раз уж приплыли, давайте я сюда так, как неудачно высадился, давайте я загляну в башню. Может быть, там какой-то интересный бой будет на третьем этаже. Не то, что даже интересный, а... Может быть, он нам по силам сейчас стал. Так, кого оставим? До паладинов, наверное. Да, паладинов оставим. Какого уровня здесь противник? 21-го, кстати. Слушайте, а можно по... Ой-ой-ой. Хотя нет, подождите, никаких ой-ой-ой. Я хотел сказать, ой-ой-ой, там скелетов много, так у нас же феникс летает, как дикий. Так, в башне алхимик кто сидит? Дроиды-стражи сидят. Кавалеристы сидят. Кавалеристы неплохо могут влететь. Ну, точно не варвары. Ладно, знаете, а пока вот так вот сделаем. Пока вот так вот сделаем. Здесь, ну, здесь есть демоны. Они, соответственно, минус мораль дадут. Есть ящеры. Ящеры, по-моему, нормально, да, на всех реагируют? Да. Охотники на ведьм еще есть. Слушайте, охотники на ведьм, кстати, нормальная тема. Они сами себе мало дамажат. 5-8 это очень мало для третьего тира. Прямо безумно мало. Ну, хотя что значит? Тут он 12-12 всего. Это меня просто паладина наши избаловали. Он 21-26 урон. Атака, ну, атака 20, да. Атака не очень. Такая ж маленькая. Ну, зато вот эти дополнительные перки у них классные. То, что они блокируют специальные способности. А, а, нет, продается. Дроиды-механики есть. Ну, дроиды-механики на самом деле интересны, ребята. Если их использовать с обычными вот этими дроидами. А вместо кого и взять? Очень сильный паладин, дроид, ну, палач. Это так. 5 штук. Это очень мало. Много скелетов лучников. Ладно, давайте я вот таким составом попробую. Посмотрим, что он умеет. Что ты умеешь? Непонятно, что он умеет. Превратник, ведущий какую-то игру. Да. 97, 93. А, вот тут куча. Куча, куча, куча. А, ладно, жди пока. Все равно никого не добегаешь. Яйцо давай вылупляй. Так, ты на какое расстояние бьешь? На 2-5. На 2-5, на 2-5. В принципе, может даже демных все потащить. А зачем я хочу демных все потащить? А я потому что убью одного-двоих. Давай. Нормально. А здесь вот так вот надо влетать. Всех сразу заблочим. Да, конечно, страдает. Ну, 1400 у нас сейчас здоровье у Феникса. Атака безумная просто. Да, от призыва он бонусы получает. Так, ну теперь давай блочить. На 2-ход накладывать на себя заклинания. Блокирую специальные атаки в имени бойцов. На 3-ход накладывать на отряд магов заклинания. Урон, короче, получают, когда что-то делают. Ну, давай так сделаем. Пускай урон получают. 12 убили одним ударом. А здесь дак и по шлем. Он своему урон нанес. И сейчас еще, да, от способности урона. Ну, как-то очень мало от способности от этого они урон получили. 150 всего. Да, из-за демонов и скелетов мы еще бонусы получаем. За счет перка паладина. А, ты вот так умеешь. А это даже неплохо. Смотрите, куда они попали. Это же караул. Можно, конечно, этих ребят попробовать. Ну, да, то, что паладины, конечно, здесь улетели, это очень хорошо. Но, то, что хайтеранты рядом с лучниками и рядом с друидами, это же вообще песня. Нет, мне ничего интересного здесь. Да нет, по-моему. Я просто пробьем в друидов. Они в ближнем бою достаточно слабенькие. Да, 128 всего. Еще он 2 урона получили. Скелетонов клюнем. Да, сколько у тебя ходов? 3. Давай на 2. И вот сюда святи. Ой-ой-ой. 2 700 можешь нанести. 2 300 нанес. Да. На себя. Чего? Инициатива увеличена. И давайте сблокируем способности дополнительные. Вот кому? Да давай. Вот этому товарищу, чтобы... Чтобы что? Чтобы медведей не вызывал. Давай еще ускорение, чтобы ты до скелета добежал. Ну, вообще хорошо. Где мои хайтеранты? Почему их до сих пор нет? А их и не будет. До свидания, сам. Хайтеранты. Все понятно. Я, в принципе... Ну, это достаточно легкий привратник. Ну, получается, легкий привратник... Это потому, что я такой вот набор юнитов взял неплохой. Потому что у меня много рукопашников. Это мой туда улетел? Нет, не мой. Много рукопашников, а у него маги, стрелки. И за счет этого страдает он сильно. Поэтому как бы... Как бы и нормально. Держи на 7. Держи на 126. Еще двое. Ну, давай. Забиваем товарища. Ай, жалко, здесь дракончик нельзя использовать. А я уж хотел опять с унуки начать копать. Ладно, забавная карта. Ну, прошлый бой был гораздо сложнее. Там, где, когда юнит гиб, то другие враги получали дополнительные себе жизненные силы, так скажем. Это реально было сложно. Ну, хотя с паладином тоже здесь сложновато будет. Крепкий он. Добьем? Нет, не добьем. Давай паладин начать. Начнем рубить. Скелеты здесь и... Ай, забыл. Так, где наши, наши, наши? Вот наши, вот вражский. Отравление, кстати, пропало. Меня же, по-моему, отправляли, нет? Отправляли, господи, что я несу? Отравляли. А, сбрасывать себя отрицательный эффект. А-а-а. Слушайте, как-то я вот этих охотников на ведьм недооценивал, что ли? У них прикольные способности. Магов они вот хорошо бьют. Магическому урону сопротивляются. Ну да, неплохо-неплохо. Неплохо-неплохо. Так. Да, давай бей. Здесь давай скелетонов добьем. Ману получим. Здесь этих ребят добьем. Вот такой здесь мы можем на нее использовать. Может, замедление, конечно. И все, никуда не добегает. Я бы еще кавалеристов воскресил. А, нет, добегает. Нормально. Ай-яй-яй, на тысячу мне все. На тысячу это, конечно, неприятно. Защит у них многовато. У меня даже сказал, очень много защиты. Загорелся. Да, непонятно. Надо пучковать. Рядом с паладином. Так, 62. А тебя вообще урода не наносили? Ну да, вообще не наносили. Ну и защиту ему надо, конечно, сшибать. А то уж очень он крепкий. Так, ты давай сюда. Лечиться надо. Баф какой-нибудь накинь ускорения. Жди пока. Сейчас попробуем воскреситься. Хоть сколько-нибудь. О, тихо, и таранты пострадали. Так, а имя уже походил, да? Да. Ладно. Походил, значит, походил. Ну, долго мы его будем бить. Беззащитность, а 61 все равно единица. Давай еще такую накинем. Так, так чуть поменьше стало. Окружаем. Хотя он сейчас выскочит, он. Нашего паладина. Хотя сейчас особого смысла воскрешать-то уже нет. Ладно, пускай будут. Ты просто отойди, он сейчас сам подойдет. Сам подойдет, и мы его раздамажим. Пойдешь ведь? Пойдет калериста убить. Так, паладин, конечно, интересный, товарищи. Это вот сколько я его уже убиваю. А он все как бы еще жив. Добьете? Ладно, добивают. Окей. Прошли на следующий этаж. 22 тысячи за него дали. Ничего себе. 22 тысячи, это четко. Так, на следующем этаже кто? Ну, паладинов я, конечно, здесь оставлю. Но тут уже 28 уровень. 28 уровень, это серьезно. Я чисто одним глазком на заклинание посмотреть. О-о-о-о. Черные рыцари есть. Палачи есть. Магия у меня такая уже вся есть. Блин. Не успею тут посмотреть. Ну, смысла нет смотреть у меня. Хотя вдруг там воскрешение есть. У меня уже не даст. Ай-яй, я опять выскочил. Я не хотел выскакивать. Я случайно. Дружище, я просто хочу посмотреть. Какая магия у тебя здесь. Да вы издеваетесь. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так. Все, отстань. Сгинь, пропади. Я пошел продавать всю магию. Всю, что у меня есть. Ну, в свитках я имею в виду. И... Может было я, конечно, просто выкинуть сейчас. Но, знаете, не хочу. Все-таки какие-никакие деньги это стоит. Копейка, как говорится, рубль бережет. То, что мы и так рано воскрешение получим. Это, на самом деле, очень сильно. Оно, конечно, дорогущее безумно. То есть... Использовать его будет крайне проблематично обычно. Но... Очень хочется все-таки это заклинанием. Так, 15 свитков у меня может быть. Так, ну, ядовитый череп точно. Огненные сферы точно. Дыхание ада точно. Огненные шары точно. Камикадзе точно. Злоган туда же. Косяк пираньи очень дорогой. Но... Но не использую я атакующие эти заклинания. Барану вот оставлю. Баран иногда может жизнь спасти. Так, лечение не надо. Убийцу демонов не надо. Приза феникса пускай будет. Может быть без маны что-то придется вызывать. Так, источник магии продадим. И ускорение продадим. Окей. Магию странствий не буду пока продавать. Когда прям совсем без денег останемся. Тогда прикупим. Так, ребята. И у нас появляется воскрешение. Да, нам только его прокачать не хватит. Вот это проблема. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну вообще, конечно, прокачать хватит. Вот, в смысле... Не прокачать, точнее, изучить. Изучить хватит. Но воскрешение это прям уже топовый тир. Магия света, по большому счету. Самая сильная... Ну нет, там еще... Подождите, есть еще, знаете, какое? Есть... Свет жизни, что ли. Который по площади хилит. Но я не помню, свет жизни воскрешает или нет. Или только хилит. Но в любом случае, он вообще там поздно, на поздних этапах попадается. Да и воскрешение также на поздних этапах. Это мне... Я бы сказал, что очень сильно... Блин, дружище, давай мы как-нибудь тебя размансим. Вот сюда. Чтоб ты не отдал спокойно воскрешение купить. Ну и смотрим. Воскрешение. Восстанавливает изначально на первом уровне 410 здоровья. Уровень цели 1-2. За 5 кристаллов. 20 мана 8. Ну, хотя дорого, конечно, это очень. За 20 мана 80. Ну как сказать дорого? Нифига не дорого. Получается, мы ману... Если играть с вот этим поясом, который ману восстанавливает, это, в принципе, вполне себе. То есть мы же играем вот с этим сейчас, с поясом студента. А, подождите, пояс студента, это, конечно, классно. Одна победа осталась. Одна победа, и нам кучу урундуха отсыпят. Это классно. Так, а что я еще хотел? Я еще сюда вообще зачем пришел? Я же за демонологами пришел. А меня отвлекли. Меня чертова башня отвлекла. Я вообще сейчас, честно сказать, задумался. Ну, демонологи... Демонологи, допустим, вместо инквизиторов. Ну, или вместо злобоглазов. Когда нет низкого тира юнитов, можно и их взять. Вот эти, руны и чародеи. Смотрите, у нас сейчас урундуха много. Плюс 117 ксилия. Да, плюс 48. Ну, иллюзия. Ничего здесь меня не призывает, потому что руна магии нету. Ну, 217 хилит каждый. Мы с 4-х можем таких нанять. То есть, это почти 1000 он будет восстанавливать. Ну, не 1000. Ладно, что-то я погорячился. 900 он будет восстанавливать. Это классно. Прям классно-классно. Стойкость разума, все дела. У него 450 здоровья. Ну, мы на них 60 тысяч потратим. Просто 60 тысяч. Ну, повторюсь, можно, допустим, их заменить на двух наших товарищей, инквизиторов и злобоглазов. Ну, а с другой стороны, мы, в принципе, воскрешаемся, воскрешаемся. Без каких-либо проблем, без каких-либо проблем. Зачем нам тогда эти руны и чародеи? Пока не будем. Дорого, очень дорого. 60 тысяч у нас, да, все-таки 268. Но это не те значения, прям на которых можно все бросать и начинать заниматься каким-то непотребством. Так, нам кто нужен? Нам нужны грифоны и паладины. Грифоны и паладины. А, тебе мы пиво везем. О, пиво, забирай. Знаешь, я тут подумал, люди хотят чего-то нового, необычного. Бывал, как на Монтере, пробовал особый гном ей пиво летное. Понятно, пиво у летного ему надо. А, я забыл, честно сказать, что ты так вот начнешь меня гонять. Так, паладинов можно тоже здесь купить, только там подальше пробежаться надо. А здесь что я хотел? Черт возьми, я опять забыл. Я архимагов хотел купить. Тут есть архимаги. Блин, а где архимаги-то? Только не говорите, что мне из инквизиторов их качать придется. Да нет, 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 нет. Погоди. Не может быть. Ну, сгинь, пропади. А здесь, кстати, как герои? Нормально уже? Я все еще смертоносная. Тут все еще смертоносная. Так, я надеюсь, что там сейчас башни магии будут. Откуда руны чародей, блин, в этой? В разбойниках сидит. Если здесь сейчас нет архимаги... Нет, я знаете, наверное, как сделать? Сейчас вот так вот сохранюсь. Да ты издеваешься. Нету магов. Значит, нету демонологов. Я пытаюсь сейчас судорожно вспомнить, где я видел архимагов. А где я их видел? Я не знаю. Вообще, я архимагов где-то видел. Черт возьми, неужели старые серии придется пересматривать? Ну, из инквизиторов точно их не хочется делать. Вот прям точно. Это как-то слишком дорого. Что еще здесь может быть на Вероне? Ну, там, где паладины продаются, мне кажется, там нет архимагов. А, подожди. У вас максимальный уровень маны. Да, это, конечно, классно. Давайте осавт сохранения. Еще знаете они, где могут быть? Они на алом ветре могут быть. Вот здесь. В отбищенской часовне. Да, целых пять штук. А их надо 46. И везде руны и чародеи. Руных чародеев, хоть я не знаю, что с ними делай, их очень много. А руных чародеев просто миллиарды. Ну, что, тогда без инквизиторов, ой, без инквизиторов, без демонологов пока. Что поделать? Ну, с другой стороны, получается, я опять задумался о руных чародеях. Четырех. Он может еще и копию... А, клон. Создает клон случайно выбранного отряда... отряда врага. Какой-никакой урон наносит, воскрешает. Безумно круто. Попробовать, конечно, место злобоглазов их взять. Ну, просто их очень много. Их прям вот безумно много. Этих руных чародеев. Даже если терять их будем, нам есть, где их потом найти, так скажем. Это 60 тысяч. С другой стороны, денег у нас очень много. Давайте попробуем. Добро пожаловать на борт. Две тысячи лидерства призывают. Ну, получается, на этот перк не работает, да? Этот. Наш призыв. Потому что это не призыв, это заклинашка. Ну, ладно. Так, все. Урлык, счастливо тебе. Инквизиторы обрадовались. Так, а нам кого надо? Нам паладинов и... И дракошек. Ну, паладинов, кстати, можно нанять на... Где? Так, дружище, да, с тобой еще не поговорил. Пиво. Пиво улетное теперь тебе нужно. Так, у тебя же нет магов, правильно? Было бы забавно, если бы маги все это время у него были. Так, давай грифонов и паладинов можно набрать. Во-первых, там в храме любви они продаются в большом количестве, ну и по дороге к храму любви. Смертоносные. Так, теперь где-нибудь эти брунных чародеев испытать. Ну, как минимум рунные чародеи хороши сейчас в плане воскрешения. 868 здоровья восстанавливают. На силу также влияет на... А-а-а. А-а, влияет. Смотрите, возрождение. Окей. Тогда нормально. Тогда нормально. Тоже смертоносный. Ну, знаете, будем так этими варьировать. То злобоглазов, то этих ребят. Так, паладин, добро пожаловать. Так, а знаете, что здесь только... А, сюда зайти можно. Подожди. У нас тут квест надо штурмануть и эту местную красавицу здесь отлупить. Лже королю. Не, не надо. Значит, нельзя зайти. Здесь только драка. Здесь магов нет. Так, подождите. Кажется, знаю, что здесь где-то маги есть. Вот тут маги. Не, не, не. Никаких игр. Нет, нету магов. И здесь нет магов. Черт возьми. Почему-то я думал, что здесь есть маги. Подождите, а в храме любви? В храме любви должны быть маги. Здесь нет магов. Точно. Так, я все-все купил. Всех. А у тебя по-прежнему смертоносно. Да что за жизнь? Эльфы не хочу брать. Я, кстати, про него загуглил. Он сколько там интеллекта, по-моему, прибавляет. И раз в несколько ходов... А, не раз в несколько ходов. Че, раз в несколько боев эти пишут. Вот магии странствий. Ну, у нас магии странствий так много. Плюс он пишет их рандомно. То есть не всегда они нужны. Ничего тут нет. Плюс 5 защиты, плюс 2 морали грифоном. Две защиты, огню, куча паладинов. Ну, ладно. Блин, только я без лодки иду сейчас. Я иду без лодки. Ну, ладно. Давайте без лодки. Так что у нас по времени. По времени. По-хорошему. Еще один какой-нибудь боек бы провести. Может, конечно, под землю спуститься. Но я, наверное, под землю пока не хочу. Под землю пока... Пока не хочу. В этой серии очень сильный. Очень сильный. Блин, да там гаргуаны эти мерзкие. Они сейчас так настучат. Вот выбор. Вот это очень сильный бить. Или все-таки под землю. Давайте под землю спущусь. У меня один бой остался до... До чего? До того, чтобы я получил дополнительно 10 рун духа. Так, тут кто? Да вы издеваетесь. Все с дракона. Откуда здесь драконы под землей? Угу. До свидания. До свидания. Нет. Все, отстань. Нет, сработало. Ну, 12 драконов это очень много. Блин. Прям очень много. Ты что-то никак не зайти-то не хочешь сюда. Так, можно как-нибудь попроще мне выдать, а? Чуть-чуть прям попроще. Да, пробежать. Так, ты магов не продаешь? Нет, ты чисто гномов продаешь. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Руна магия. Смотрите, оп, и сразу у нас прокачались чародеи. 2140 лидерством. Неплохо. А, сразу у нас тут все прокачалось. Можем, конечно, убеждение сейчас взять. Убеждение, правда, руль на чародеи сразу сильно просядут. Но с другой стороны мораль повысится у всех. Да, давайте я возьму. Инквизиторы вообще счастливы. Просто счастливы. Плюс 30 атаки, плюс 30 защиты. Шанс крита 20%. Ну, чародеев. 436 здоровья всего осталось. Очень сильно просело. Но зато плюс убеждение. На следующем уровне кто? Люди, эльфы, гномы и орки. Ну, чисто технически мы воскрешение дальше можем качать. А это усилит просто все наши лечащие перки. Это не может не рад. Так, а мы здесь были, кстати. Очень сильный. Гоботы. Так, а ты кто? Тоже очень сильный. Ну, Вален, давайте я, наверное, вас с верхним, что ли, зарублюсь. Да, давай с тобой. Тут бригадиру новенький. Мы, по-моему, таких еще не видели. Да. Бригадир ночное зрение ночью и в подземельях классно сражается. Бригадир удваивает базовую атаку и защиту шахтеров в армии. Взмущается во время забастовки. Получая плюс 1 скорость и инициативы. И плюс 100 вероятность крита. Марш-бросок увеличит всем шахтерам в армии скорости и инициативы. Ну да, если играть через шахтеров, то... А, вот, бригадир, подожди, он четвертого уровня. Я думал, он третьего. А тогда, может быть, бригадира можно велика накачать. Ну, хотя ладно, если будем играть через гномов, то я возьму велика. Если я все-таки вот соберу когда-нибудь там. Хотя через гномов, честно, не очень хочется. А если не очень хочется, то и не знаю, в общем. А я вот не очень хорошо сделал. Надо было сначала Феникса призвать. Но потом уже заниматься всем этим. Так, 2000 лидерства. Тут воскрешаем. Тут урон. Выпускает луч. Все цели. Он, кстати, еще домашний. 738. Да нет, давай копию создадим. Потом. Паучки. Гоба, ты больно. Хорошо в паучков. А сейчас вообще, смотрите, съедят, нет? Нет, просто. А, нет, съедят. Нет, живут. Бригадир сейчас убьет Феникса. Да. Но у нас личход воскреснет. Это хорошо. Так, бафаем, бафаем. Ну, давай, тебя что за бафаем. Так, дебаф на инквизитора. Да, упал. Получается так. Что с дебаф? Получает урон. Но это, блин, рассеивание, наверное, нужно будет. Да. Даже не знаю, что сейчас использовать. А, с другой стороны, смотрите, мы же чародеи в бафе. Теперь этим перком. Пестерых. Четверых. Ой-ой-ой-ой. Ну, хотя, злобоглазые здесь тоже не очень бы зашли. В том плане, что нету здесь никого низкоуровневого. А призыв, кстати, с перезарядкой. Это классно. А по тебе что, шарахнем? Забыл? Ой-ой-ой, чужое, очень дорогое. Так, ладно, феникс, вставай. Сейчас больно вот эти дряни ударят. Паука до беля. Здесь по призванному ударили. Феникс, жить. Феникс, выживать. Молодец. Это ты здорово придумал. Так, давайте яйцо попробую поставить. Хотя гоботы, конечно, могут его съесть. Так, и рассеивание надо сейчас бахнуть. На инквизиторов. Рассеивание, рассеивание. Да. И получается, подожди, что ли, пока. Может, в кого-нибудь влетим. Можно гоботов вот этих поесть. Деньги сожрить. Так, здесь поле загоримся. Чего? А загораться не очень хочется. ради одиннадцати пауков загораться. Ну, такой себе. Так. Здесь одиннадцать убиваем. Давай, наверное, их и добьем тогда. Да. Феникс, Феникс. Давай. Жги, поджигай. Яй. Тут надо будет как-то их к паладину подводить. Их только как бы тебя в ответ не убили. Ладно, выжили. 56. Хорошо, когда в ответ бьют. Не загораются. Товарищи. Так, здесь, наверное, надо с ускорения заходить. На 8... Ой, 5 тысяч. Это, по-моему, рекорд наш новый. 5 тысяч. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Четыре зеленых дракона Пастота какая. Давай нам маны немножко. Так, я хочу зеленых драконов в армию, кроме шут. Смотрите, какую грязь они творят. 14 маны мне восстановили за одну атаку. Так, здесь, дружище, давай сюда. Феникс. Жги. Жги критуй. Да, вероятность критов у него сумасшедшая. Так, ну здесь надо рассеять с товарища инквизитором. Воскрешаться, наверное, сейчас будем. Здесь жги пока. Здесь. 3-6. Да, вот так вот про атакуи. Может, вместо Феникса в них ударят. Сейчас можно и клады покопать. Бригадиров оставить. У нас сладенькая. Так. Так, воскрешение. Двоих. Двоих. Да, давай вот двух инквизиторов и воскресим. Пока они рядышком стоят. Да, но здесь без паладинов не обойтись, конечно. Слишком много здоровья потеряно. Тут и ходы-то вернуть некому. Ну ладно. Воскрешай тогда. Ага. А все равно придется воскрешать инквизиторами. Все, 31. Да, 31. Нормально. Так-так-так-так-так-так. Да, давай сюда. Еще клад один. Но если ничего экстраординарного не произойдет, то вроде должны бы без потерь уходить из этого боя. Но это, естественно, не точно. Попробуем гоботов сжечь. Молодец. Они уж больно шустрые. Баланс сил. Магический поток. Это классно. Это как минимум дорого. Кстати, с силочком. С иллюзию бахнем. Плохо, что на иллюзию не влияет перк призыва. Так было бы совсем хорошо, если бы еще и перк работал. Да, ну урон-то у нас прям серьезный. Становится. По 2-400 он с крита влетает. Так, Феникс, а ты пауков сожжешь? 13 штук. О, сожжет. Отлично. У него иммунитет к огнем. Ему, соответственно, все эти пожары не страшны. 1600. Ай-яй-яй, ты до Феникса добегаешь. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тогда давай так ловушку воткну. Ради перестраховки. А то сейчас побежит, и Феникс еще одного кокнет у нас. Это, соответственно, будет совсем неприятно. Ага, он туда и побежал, кстати. Негодяй. Негодяй. Так, ладно, жги. Жги, погибай. Нет, выжил. Значит, грифон добьют. Супер. 2-600. Красотища какая. Так, 7-800 золота, 1795 опыта, и возвращаем мы былую славу нашим товарищам рунам-чародеям. Рунический. Ну, рунический бонус к урону понятно от рун силы, бонус к здоровью понятно от рун духа и заклинания. Может, конечно, и ману, ой, ману, господи, магию вот эти руны пооставлять. Я, насколько помню, когда много рун магии, он очень сильный заклинания. Когда атакует врага, накидывает, там дебафы всякие, чуть ли не в овцу превращает. Так, ну ладно, тут используем. И сразу воскрешение стало 796. Супер. Почти как у паладинов. О, паладин вообще 1008. Это без перезарядки, да? Да, один заряд, перезарядка 2, перезарядка 3. Ну окей. Я, наверное, воскрешение покоплю руны духа. Обидно, конечно, что архимагов нету. Ну, честно, у меня такое ощущение, что я их где-то видел. Но, возможно, я их и видел. В том плане, что вот несколько штук. Так что, прям массово. Массово, может быть, и нет. Так, у меня, кстати, очень много ярости осталось. Давайте. Ну вот видите, сколько мы боев провели, а выпала только одна руна. Давайте я, наверное, вот так вот сделаю, чтобы мана побыстрее восстанавливалась. Ну и закончим на этом. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое сейчас спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok